еще не совсем ну вот вроде все нормально я в эфире если кто-то меня видит или слышит уважаемые зрители пожалуйста откликнитесь так вижу 8 человек пришло есть связь пишет исаев максим благодарю вас максим так толин пять пятьсот пять в общем четыре пятерки хлопает в ладоши благодарю евгения на ее салам пишет ну старикам мне такое обращение не нравится тем не менее пропускается поскольку не нарушает правил ютуба вова середов саныч привет алекс 22 рус 22 привет капитан флинт 15 человекный сундук мертвеца приветствую вас капитан флинт так также присоединился александр мардвинов привет саныч привет александр владимир лялюк есть связь иван бочкарёв хлопает в ладоши прислал смайлик благодарю михаил владимирович 73 приветствую граждане самогонщики приветствуем вас михаил владимирович и александр александриста ночи привет как погода погода ну по-похолодало по-холодала ничего не могу сказать, днем 28-30 ниже высшей тачей температуры не поднимается, ночью не опускается ниже 22 градусов по Сельсию. Александр Запольский, добрый вечер, приветствую вас, Ксюня Румянцев, привет, Старшка, приветствую вас, уважаемые зрители, рад, что трансляция у нас на должном уровне, Игорь Толочков пишет, доброго вечера, Саныч, и всем-всем-всем приветствую, Василий Григорьев, hello people, приветствую Василий, значит, я уже как бы по традиции начну эту трансляцию с благодарности людям, которые в прошлую трансляцию нажали на значок с долларом, который находится под чатом, и поблагодарили, отблагодарили канал, так скажем, мотивированно, то есть звонкой монетой. Значит, моя благодарность, в первую очередь, капитану Флинту, еще раз спасибо вам, капитан Флинт, далее Александру Мордвинову, благодарю, Екатерина, благодарю, Александр Кыха, большое вам спасибо, Алеша Попович, и вам огромная моя благодарность, и со сложным ником зритель, джедай мистик, но все это было написано на латинице. Вячеслав Волков, приветствую, пишет Константин, всем привет, благодарю вас, Вячеслав Волков, я не забыл то, что вы советовали мне сделать на этом стриме, обязательно поделюсь вашим опытом, а вы, если будет такая возможность, поделитесь своим опытом, отвечая на вопросы в чате, поскольку, я думаю, вопросов по бочкам будет много. В конце 30 сентября 2016 года канал был создан, но дело в том, что меня попросили в день рождения канала, так сказать, провести обычный стрим, поскольку во время дня рождения положено, как бы, пропустить рюмашку за именинника, правильно? Вот, и многие зрители не могут себе это позволить, четверг, поэтому стрим с рюмашкой, а конкретно с дегустацией турецкой водки раке, будет в субботу 18.00. Все, кто пожелает, приглашаю, отпразднуем, запаситесь пивком, винцом, самогончиком, настойкой, наливочкой, не важно что, но чтобы вы тоже, уважаемые зрители, могли пропустить рюмашку с той стороны экрана, и это будет здорово, я считаю. Так что сегодня просто рабочий стрим, который посвящен бочкам для самогона, это стрим сделан по просьбе тоже зрителей канала, а конкретно тех зрителей, которые участвуют в чате. Итак, пока вернемся к зрителям, Юрий пишет, добрый вечер, Константин, Гена Пупков, привет, из города Видное, приветствую. Максим Лисовский, самогон кулинарии, настойки и станучи, поздравляю, процветание каналу, благодарю вас, Максим, вашему каналу желаю то же самого. Далее, Вова Середов, приду обязательно на стрим в субботу. Уважаемые зрители, все приходите, сразу скажу, вряд ли я там дам много информации, но зато мы с вами пропустим по рюмашке. Ну иначе зачем вообще делать хороший чистый самогон, великолепные настойки, домашний коньяк и все прочее, если мы это никогда не употребляем, правильно? Хотя есть люди, которые делают просто для хобби, здоровье им не позволяет употреблять, и они угощают их своих родных или гостей. Так, Саныч, привет, с днем рождения, пишет Алексей Истрати, благодарю, Евгений Романов, с днем рождения канала, ура, благодарю, и два фужерчика таких прислал. Хорошо, Михаил Владимирович, 73, ну и в субботу, значит, по закупкам можно стрим, раз уж такое дело. Не понял про закупки, закупиться надо до субботы, а не во время субботы, уважаемые зрители, потому что сколько же не бери, и все равно два раза бегать. Так что вы уже бегаете один раз, потому что стрим-то не будет вечно продолжаться. Александр Горбунов, Саныч, поздравляю, удачи, процветания, благодарю вас, Александр Корчагин, с днем рождения, и хлопает в ладошке, благодарю вас, Александр Корчагин. Значит, уважаемые зрители, если у вас есть возможность, вы можете поздравить и нажав вот на эту волшебную кнопочку с долларом, которая приятна как мне, так и каналу. Если такой возможности нет, есть какие-то функции, супер-стикеры, там, эти самые, еще что-то, и самое главное, есть такая бесплатная функция, как такой пальчик вверх, который можно нажать, и автор будет понимать, что он работает не напрасно. Ну, или говорит не напрасно. Так, еще раз благодарю всех тех, кто нажал на кнопочку с долларом в прошлый раз, а я начну, в общем-то, тему нашего сегодняшнего стрима. Сразу скажу, уважаемые зрители, сейчас я как бы не буду отвечать в чате, я хочу выложить эту информацию, отвлекаться буду, когда вот на эту кнопочку с долларом нажают. О, Александр Мордвинов уже нажал, благодарю, Александр Мордвинов, а вот я могу себе позволить пропустить граммчиков 150 за день рождения канала «Уважаемый человек» и «Дзынь». Благодарю вас, Александр Мордвинов, присоединяется спонсор канала Александр КХ, Саныч, поздравляю вас с Новым годом вашего канала, ну да, с пятилетиями, благодарю. Значит, поэтому я сейчас не буду отвлекаться, как я сказал, уже тут вот стикер я вижу, благодарю, ГГГ-303, вот, просто если я начну отвлекаться, поймите правильно, я собьюсь с мыслями и не дам вам нужной информации. А как я говорил, сегодня все-таки, все-таки мы поработаем, но я расскажу про бочки, как я сказал, а вот в субботу тогда уже отправим. Так что извините, если я сейчас буду пропускать ваши комментарии, заранее извиняюсь, вот последний комментарий зачитываю, Владимир Лялюк пишет, очень похоже получилось, даже по полиэссенции получилось как нужно, отлично. Игорь Печуркин, Саныч, прожить 100 лет, здоровье самое главное, здоровье самое главное, это точно. Капитан Флинт, господи, как время летит, 5 лет, а вроде как только вчера. Согласен, капитан Флинт, и последний комментарий, Виталий Корюгин, С. Димон, с днем рождения, просто на латинице написано, и тоже такие прикольные смайлики, и даже мороженое подарил, это здорово. Поэтому, если сейчас будут появляться вопросы, я убедительно прошу бывалых самогонщиков, я вот знаю, Вячеслав Волков присутствует, капитан Флинт присутствует, если увидите какой-то вопрос, который вы можете ответить, ответите, пожалуйста, пока я буду рассказывать о бочках. Еще раз повторяю, Вячеслав Волков, я не забыл то, что вы сказали, и поделюсь вашими конкретно знаниями со всей аудиторией, которая будет присутствовать на канале. А вы дослушайте, пожалуйста, уважаемые зрители, мой спич, так скажем, до конца, поскольку Вячеслав Волков прислал очень такой интересный совет, на мой взгляд, от бывалого самогонщика, который действительно многие, даже бывалые самогонщики, не знают. И если вы хотите в своем мастерстве подниматься дальше, я советую дослушать мою лекцию до конца, и все-таки услышать этот совет от Вячеслава Волкова. Так, ну а я сейчас возьму кружечку чая. Последний раз отвлекусь, вот еще, что вас ожидает, уважаемые зрители. Вот на рынке в Турции, да, в Анталии, купил вот этот чай, так называемый, мне так и подписали, вот если кто видит, на водяру. То есть, человек, который продавал турок, очень хорошо знал русский язык, я сказал, что я увлекаюсь настойками, он сказал, вот это сделайте. Насыпал мне, естественно, не бесплатно, рассказал, как сделать. В ближайшее время сделаю этот рецепт, поделюсь с вами, что получилось. Итак, значит, начинаем. И первый вопрос по поводу, еще раз напоминаю, что тема стрима, или прямой трансляции, это бочка для самогона. И первый вопрос возникает у всех, где купить бочку для самогона. Сразу говорю, ответы на все вопросы, которые я буду говорить, ссылки есть в описании на многие из них, некоторые я буду освещать в устном виде. Так вот, ссылку на продавца, проверенного продавца бочек из кавказского скального дуба, я оставляю в описании к данному видео. Это майкопский бондарь. Мало того, что он находится в майкопе, то есть на Кавказе, и имеет доступ к дубам скальных пород, кавказский скальный дуб в частности. Эта профессиональная фирма занимается именно производством бочек и дубовой щипы. Вот, кроме того, я могу его рекомендовать, поскольку у меня есть бочка от майкопского бондаря, я ей пользовался года три, после чего она себя, извините, уже изжила. Пять заливок она выдержала. Могу сказать одно, что у меня к этой бочке вообще никаких претензий нет, остались только теплые воспоминания, но сейчас она уже как бы стоит на отдыхе, залитая водой. В общем, если у вас есть желание приобрести бочку для самогона, обращайтесь к майкопскому бондарю, ибо это один из тех производителей, который соблюдает те технологии, которые нам достались еще из советских времен. Почему надо обращаться к производителю, я сразу поясню. Потому что есть скальный дуб, есть черешечный дуб. Значит, в самогоноварении применяются дубы скальных пород, так называемые. Наиболее известный из этих дубов, это вот, как я сказал уже, кавказский скальный дуб, есть лимузинский французский дуб, есть американский белый дуб. Значит, эти три вида дубов, они призваны как бы, и о них все знают, бывалые самогонщики, они призваны как бы эталоном к самогоноварениям. Они резко отличаются от обычных черешечных дубов, которые растут на равнинах. Дело в том, что в этих дубах запасено гораздо больше, на порядок больше тех вкусняшек, тех микроэлементов, за которые мы так ценим эти дубы. Есть еще, я знаю, славонский дуб, есть балканский дуб, в частности, балканский дуб, насколько я знаю, вот в Болгарии его для целей самогоноварения используют. Но я их не проверял и сказать ничего не могу. Вот дал вам проверенный, как бы скальный, кавказский дуб и контакты с продавцом. Потому что, честно говоря, в магазинах, не во всех, но я вот, допустим, видел, вот видно, бочка сделана просто из черешечного дуба. Ее продают как дубовую бочку для самогона, понимаете? А это очень большая разница. Черешечный дуб, он на порядок, то есть в 10 раз практически дешевле древесины этого дуба, чем тех дубов, которые мы с вами, самогонщики, ценим. И интернет-магазины действительно иногда просто закупают вот те бочонки, которые сделаны, ну, грубо говоря, для огурцов, для капусты, для соления огурцов или капусты, то есть это из черешечного дуба, и пускают их в продажу под видом, а что, дубовой бочкой для самогона. Почему так происходит, я описывал в своей книге, вот она на экране. Если кому интересно, можете приобрести книгу, ссылочка также на книгу будет в описании под данным видео. И там все досконально расписано, я целую главу этому посвятил. Так, прежде чем перейти к следующему вопросу, значит, давайте я почитаю чат. Владимир Фролов пишет, с днем рождения, посвященная вашего канала, бутылочки шампанского, суперстики, ротично, благодарю. Привет из Казахстана, он пишет. Трамотана Бора пишет. Здравствуйте, Аныч, накапливаю хвосты, потом раз в месяц из них делаю самогон до 50 струя, развожу мягкой водой, после чего мой продукт немножко мутнеет. Может, есть соображения по этому поводу? Ну, сейчас я соображения высказывать не буду, я сказал, что я сначала выдам все, что я заготовил, просто поймите правильно. Я подошел к такому прекрасному возрасту, когда человек не может делать 3-4 задачи одновременно. То есть, если я нацеливаюсь, допустим, вот сейчас прочитать небольшую лекцию по просьбе зрителей по поводу бочек для самогона, если я буду отвлекаться на вопросы, уважаемые зрители, я говорю, я собьюсь с мыслью и не доведу ее до конца. Это будет обидно как мне, так и той мысли, которую я не довел до нужного состояния. Так, Максим Тарасов пишет, удачи, Цвис, Цвис, наверное, привет, Смелеуза Башкерто Костан, благодарю, с днем рождения, Александр Воронин. Михаил, с днем рождения, Саныч, пишет, с праздником, желаю вашему каналу успеха, удачи, благодарю, Михаил Шараварин. Так, а я делаю глоток, уважаемые зрители, и пытаюсь продолжить. Итак, мы переходим ко второму пункту, очень важный пункт, сколько может прослужить дубовая бочка. Значит, сразу скажу, что я видео на эту тему снимал, уже рассказывал свои соображения на эту тему и выдавал свои подсчеты. Ссылочка на это видео в описании под данной прямой трансляцией. Коротко скажу так, где-то полгода, восемь месяцев назад я встретил такую, как сейчас говорят, маркетинговый ход. Ну, у них маркетинговый ход, у нас введение в заблуждение, как-то так вот на самом деле, то есть там было, что вам эта бочка прослужит 30 лет, не жалейте денег, она 30 лет вам будет служить верой и правдой. Значит, я не знаю такого, что бочка может прослужить 30 лет, потому что, как любая бочка, которую мы заливаем в дистиллят, каждый раз дистиллят вымывает из нее наши флажки. Соответственно, дуб, который контактирует с нашим дистиллятом, да, в нем становится все меньше и меньше. Во всяком случае, сначала это нет в одном миллиметре, потом в двух, а потом уже вообще этих вкусняшек не достать. И бочку эту надо регенерировать. Это процесс сложный, серьезный и так далее. Я о нем рассказывал как раз в этом видео. То есть, я просто что хочу сказать, уважаемые зрители. Вы должны понимать, что любая бочка, какую бы вы ни покупали, лимузенский, французский дуб, американский, белый или у майкопского бондаря, что гораздо дешевле, кавказский скальный дуб, что дешевле, но не хуже, кстати, как я понимаю. Так вот, любая бочка вам прослужит примерно 5 заливок. Причем пятая заливка будет уже достаточно слабая. Это вы должны сразу понимать. После этого вам эту бочку надо регенерировать. Какие способы регенерации есть, я сегодня рассказывать не буду. Их есть несколько. От очень простых до очень сложных, прямо скажем. Все это есть в том видео, о котором я говорю. Ссылочка на это видео под нашим с вами стримом или прямой трансляцией. Так, далее прочитываем. Александр Юсупов пишет. Саныч, привет из Смоленска. Приветствую Смоленск, Зема. С днем рождения, процветания и всего наилучшего. Так, идем дальше. Со сроком службы в бочке разобрались. Третий вопрос, который я очень часто встречаю на стримах, поэтому сегодня я его озвучу. А еще раз, чтобы вы не записывали, сейчас и не бросались к ручкам и тетрадкам, я все расписал в описании к данному видео. А вопрос звучит так. Сколько по времени настаивать в бочке? Значит, эталоном в виноделии принята бочка 200-литровая и один год срока. То есть, если мы получаем некий напиток в 200-литровой бочке, если он там простоял один год, вот эталон этого напитка взят как эталон. Вот качество этого напитка, его вкусовые особенности взяты как эталон. Но если мы настаиваем напиток в бочках меньшего размера, этот напиток будет, конечно, готов раньше. И, соответственно, вот вам шкала. Если у вас бочка 1 литр, то эталонный напиток вы получите через 58 дней. Бочка 2 литра выдаст его через 80 дней. Бочка 3 литра 90 дней. Бочка 5 литров 105 дней. Бочка 10 литров 134 дня. Бочка 20 литров 173 дня. И бочка 200 литров 365 дней. Вот от этого вы должны отталкиваться, когда вы приобретаете бочку. Допустим, у меня была бочка Найкопского бондаря 10-литровая. И мне показалось, что это самый идеальный вариант. Ну, во-первых, выдержать вот 134 дня, то есть, ну, практически почти полгода, да. Ну, это можно, да. Не хочется года терять на то, чтобы там у тебя образовался какой-то напиток. Полгода это можно. Во-вторых, 10 литров это такой, ну, серьезный объем, как вы понимаете. Конечно, ангелы по-любому возьмут свою долю. Надо будет что-то доливать. Но, в принципе, вот эта бочка меня устраивает. Если вам нужен напиток гораздо быстрее, ну, вот, пожалуйста, есть 2-3 и 1-литровые бочки. Если вы такую найдете, будьте любезны, приобретайте. Я просто эту градацию вам сказал специально сейчас, что если вы задумываетесь приобрести бочку, вы знали, что 10-литровая и 5-литровая бочка различаются не только по своему объему. Они различаются еще и по срокам выдержки вашего дистиллята. Так, далее сейчас зачитаем, кто пишет. Так, Марат Муслин, Александр, ждем в варенье. Главное здоровье и остальное закуска и полная бочка. Благодарю вас. Капитан Флинт, Гене Пупкову отвечает. Благодарю, капитан Флинт. Так, Гена Пупков. А, зачем какие-то такие сложности бочки, штука недешевая, чем она будет лучше щипы? Ну, мы потом поговорим на эту тему, если время останется, потому что действительно в щипе те же танины и те же вкусняшки содержатся и настаиваются гораздо быстрее. Однако по бочке вот этот вопрос я тоже постараюсь сегодня с вами обсудить, ну, рассказать, чтобы вы действительно, ну, грубо говоря, покупали бочку с открытыми глазами, знали, что от нее можно ожидать, а что от нее ожидать нельзя. Уважаемые зрители, еще раз напоминаю, что кнопочка с долларом, она не просто так под чатом, и особенно в день рождения канала мне будет очень приятно поддержка канала и его автора. Кроме того, у нас 75 человек сейчас присутствует, лайков всего 38. Это говорит о том, либо я рассказываю что-то не то, либо вы увлеклись настолько моей лекцией, чтобы она была здорова. Что-то забывайте нажимать вот на этот вот пальчик под видео. Но пока вы нажимаете и ищите ту и другую кнопочку, я продолжаю. Четвертый вопрос. Нужен ли кран в бочке? Тоже снимал видео. Ссылка будет в описании. Коротко могу сказать так. Я считаю, кран в бочке не нужен. Более того, вот бондари, профессиональные бондари, с которыми я говорил, на них вот этот кран в бочке действует буквально на некоторых, как красная тряпка на быка. Они считают, что это лишнее абсолютно. Это вот все, знаете, киношники придумали, что там бочка где-то стоит, краник открываешь, человек наливает себе и пьет, ну там допустим, в той же Кавказской пленнице и так далее, и так далее. Значит, здесь я могу сказать так, что, во-первых, лишняя дырка в бочке для крана, это, во-первых, непрактично. Во-вторых, если даже вы где-то хотите вставить кран в эту бочку, этот кран должен быть подготовлен по своей технологии. Это должен быть тоже дубовый кран. Его вываривают, насколько я знаю, в воске. Потом вастят. В общем, это целая технология подготовки этого крана. И все равно бочка со временем у вас будет давать течь здесь. Поэтому я считаю, что кран не нужен. Вот это все как бы фейки от нашего кинопроката, кран в бочке. И я бы не советовал вам брать бочку с краном. Покупайте без крана. Более подробно рассказал в видео, как я говорил уже, ссылочка на него находится в описании. От себя могу добавить, что если еще, не дай бог, вы где-то видите бочку, куда вставим еще пластиковый кран, покрашенный под нержавейку, вообще бегите с этого места, потому что понятно, что человек, который делал эту бочку, он вообще ничего не понимает. Виноделие и винокурение вместе взятым. Это уже так. Конструктор, так сказать, сделай сам. Причем для мальчишек, я бы сказал, которые не занимаются самогоноварением, а которые вот бочку для других вещей используют. Так, и уважаемые зрители, один вопрос. Меня нормально видно, слышно? Вот я сейчас просто включу. Еще вот так вот лучше будет или нет? Потому что на улице потихоньку темнее. Мне бы хотелось, чтобы моя физиономия вместе с пятилетием канала, она все-таки еще красовалась на экране ваших компьютеров и телефонов. Пока вы отвечаете на этот вопрос, позволю себе сделать глоточек. Андрей Ревякин пишет, Саныч, с твоим нужным каналом побольше лайков, подписчиков. Всего доброго, а тебе здоровья. Благодарю. Кузьмич МГН пишет, Саныч, приветище из Магнитогорска. Подскажите, бывало ли, до какой спиртуозности можно разбавлять спирт-сырец перед второй перегонкой? Ну, я думаю, здесь Капитан Флинт или Вячеслав Волков подхватят. Ответьте, пожалуйста, я сейчас не буду отвлекаться. А вам, Кузьмич, большое спасибо за приветище из Магнитогорска. Так вот, все отлично видно, прекрасно. Капитан Флинт, 10 евро, отлично. Капитан Флинт, огромное вам спасибо за поддержку канала. Капитан Флинт, хотелось бы, чтобы почаще нажимали на эту кнопку. Это действительно очень приятно, это действительно ощутимая поддержка. Еще раз благодарю вас, Капитан Флинт. Андрей Ревякин пишет, в Макеевке ДНР и видно, и слышно. Прекрасно, благодарю. И Александр Воронин, отлично видно. Прекрасно. Значит, с краном для бочки мы разобрались, уважаемые зрители. Еще раз говорю, дело, конечно, ваше, вы решаете. Но, на мой взгляд, когда бочка с краном, когда я вижу бочку с краном у кого-то вот в хате, что называется, я понимаю, что хозяин далек от самогонаварения и всего прочего. Вот. Тем не менее, решать вам. О, Александр Корчагин. Браво, благодарю, Александр Корчагин, за поздравления и за поддержку канала. Так, идем дальше. Как подготовить бочку для самогона? Да, важный вопрос, уважаемые зрители. Это пятый вопрос. Значит, бочку после того, как вы ее купили, приобрели, привезли домой, нужно подготовить. Не надо в нее сразу заливать самогон. Это однозначно. Это вопрос, по большому счету, на целое видео. Кого интересует более подробно, есть ссылочка под данным видео. Опять, это видео уже давным-давно было снято. Посмотрите его, и вы сможете тогда четко сделать все по инструкции, что называется. От себя могу сказать так, что, коротко так, что сначала бочка промывается водой. Вода выдерживается некоторое время, после чего вода сливается, потом второй раз заливается, потом третий. И потом уже ваша бочка готова. Владимир Лялюк. Благодарю вас, Владимир Лялюк, за поддержку канала. Прислал банановую кожуру. Это что, чтобы я не споткнулся? Пятилетие канала. Благодарю вас за поддержку. Александр Горбунов. Браво! Благодарю вас, Александр Горбунов, за поддержку. И Александр Воронин. Тоже прислал такой классный смайлик и поддержал канал. Огромное вам спасибо. Уважаемые зрители, Юрий тоже поддержал канал. Благодарю вас, Юрий. Но самое главное, большое спасибо вам. Вы поддерживаете, вопросов не задаете. Я бы сейчас с удовольствием ответил на ваши вопросы. Ну, раз их нет, тогда, уважаемые зрители, я продолжаю. Еще раз благодарю всем, кто прислушался к моей убедительной просьбе насчет кнопочки с долларом. Так, по поводу того, как подготовить бочку для самогона, мы с вами разобрались. Теперь так, как выбрать дубовую бочку? Значит, здесь вопрос сложный. Отличить чересчатый дуб от дубов скальных пород достаточно сложно. Хотя можно. Как это делается, уважаемые зрители, я рассказывал тоже уже в одном из видео и показывал. Значит, ссылочка на это видео находится также в описании под данным видео или под данной прямой трансляции. Проходите, посмотрите. Но я хочу сказать так, что если вы, допустим, сомневаетесь в своих силах отличить бочку одну от дубов, хотя я там все рассказал, лучше все-таки приобретайте бочку у проверенного производителя. Это вот майкопский бондарь, ссылочку на него я первым местом оставил под данным видео. Так что проходите, там бочки действительно скальных пород и никакой, что называется, мишуры нет. Александр КХ, ох, раз в отвизите еще раз. И Александр КХ тоже поддержал канал. Благодарю, большое спасибо за поддержку. Значит, как выбрать, разобрались. Я вроде как ничего не ответил, но еще раз говорю, там видео, по-моему, минут на 10-12. Вот я досконально все рассказывал, поэтому кто интересуется, вот, пожалуйста, проходите. Гена Пупков поддержал канал и поставил еще одну штучку такую. Благодарю вас, Гена Пупков. Желательно, чтобы еще как-то кто-то нажал на вот этот вот пальчик вверх под видео. Было бы тоже достаточно приятно. Так, значит, с выбором бочки мы разобрались. Я тут медленно, тихая лязгая гусеница и переходим к седьмому вопросу этой нудной лекции. Ну что ж, сами попросили, так что извините, стараюсь ответить как можно более полно. Причем, видите, я ссылки все собрал, чтобы вам не бегать по всему каналу, там не искать где что. Значит, что нужно знать об обжиге бочки? Вот это вот очень важный вопрос. Александр Кыхай, огромное спасибо за поддержку. Благодарю вас. Опять вопроса нет. Вот поздравление. Ну, действительно, это очень приятно. Значит, уважаемые зрители, коротко я скажу следующее. Значит, есть бочки трех видов как бы, да? Есть бочки с легким обжигом, со средним и с сильным обжигом. И вопрос по поводу обжига. Значит, вот те, кто спонсоры канала, я сегодня сделал рассылку, выслал им статью. Там она где-то на формат А4. Достаточно подробно, где расписано по поводу обжига. Вот. Коротко могу сказать так. Легкий обжиг, вы получите аромат фруктов и ванили. Если вы покупаете бочку среднего обжига, вы получите аромат миндаля и карамели. Если вы покупаете бочку сильного обжига, получите шоколадный привкус с привкусом копчености. И вот как раз этому пункту и посвящен совет Вячеслава Волкова, который он мне написал в прошлый раз и попросил, чтобы я его донес до всех зрителей. Поэтому мне здесь нечего сказать, кроме как того, чтобы был Вячеслав Волков. Еще раз благодарю вас за этот совет. Его действительно многие не знают. Это из серии совета бывалого. И вот сейчас, внимание, уважаемые зрители, внимательно послушайте совет Вячеслава Волкова. Поскольку вы, ну я далек от мысли, что многие из вас все это прекрасно знают. Значит, цитирую. Мало кто понимает, что вино нельзя выдерживать в бочках сильного обжига. Новая бочка годится либо под бурбон, либо заливается вином для снятия агрессии. Вино потом отправляется в перегон. Вот такой короткий, но очень важный совет, как вам начать эксплуатацию вашей бочки уже после подготовки ее к тому, что вы будете заливать туда дистиллята или вино спиртное. Еще раз повторяю, извините за тавтологию, но вынужден еще раз, если кто-то пропустил. Совет бывало малого. Кто понимает, что вино нельзя выдерживать в бочках сильного обжига. Новая бочка годится либо под бурбон, либо заливается вином для снятия агрессии. Вино потом отправляется в перегон. Так, это был у нас седьмой пункт. И я позволю себе немножко отвлечься, выпить чаю и посмотреть чат. Так, на вопросы, как я сказал, сейчас я не отвечаю. Буду отвечать только вот те, которые идут с кнопочкой доллара. Просто прошу у капитана Флинта и Вячеслава Волкова взять начинающих самогонщиков на себя. Извините, что вот как бы вас напрягаю. Но если можно, ответьте им, пожалуйста. Так, 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 Игорь Пик, хочу сделать бочку сам. Не знаю, получится, но думаю, сделаю. Игорь Пичурки, знаете, в самогоноварении очень много людей, что называется, с золотыми руками. Вот капитан Флинт, там, относитесь как раз к ним. Я не знаю, сделает ли капитан Флинт бочку, но самогонный аппарат он сварит без вопросов. Андрей Кожевников, добро пожаловать на уровень Винокур. Благодарю. А Андрей Кожевников, то, что стал спонсором канала. Благодарю вас. Так. Ну, что, капитан Флинт взял на себя ответы. Благодарю вас, капитан Флинт. Значит, это у нас был седьмой вопрос. Вопрос номер восемь. Уже потихонечку завершаю я, уважаемые зрители, все это дело. Можно ли бочку заливать сахарный дистиллят? Вот вы знаете, здесь многие самогонщики делятся, короче, здесь на два лагеря. Одни говорят, что ни в коем случае вы там испоганите бочку или еще что-то. Другие говорят, а почему бы и нет? Третьи говорят, да вы что, как можно? Это только вот зерновой дистиллят и ничто иное. Андрей Куликов, благодарю вас за поддержку канала. Вопроса нет. Еще раз моя благодарность вам, Андрей Куликов, а я продолжаю, пытаясь не сбиться с темы. Вот, поэтому здесь как бы вот вам надо определяться самим. Я могу сказать свое личное мнение. Я много раз использовал бочку для сахарного дистиллята. На мой взгляд, получается весьма и весьма достойный напиток. И бочка, конечно, дает ему свои вкусности, свои ароматы и все прочее. Получается напиток, который мне нравится. Вот другие говорят, что это плохо и что никак нельзя. Уважаемые зрители, вам надо попробовать и зерновой дистиллят залить, и фруктовый, и, соответственно, сахарный. И тогда вы сами для себя решите. Я говорю, я считаю, что бочка, она универсальна. Она прекрасно подходит для всех видов дистиллята. Но я еще раз говорю, это мое мнение. Итак, Андрею Куликову большое спасибо. К нему присоединился. Юрий тоже поддержал. И пишет Юрий, поздравляю с днем рождения канала, Константин. И поздравьте моего отца, ему сегодня 58 лет. Юрий, не знаю, как вашего отца зовут, но поздравляю его с 58-летием. Желаю ему здоровья, удачи. Вообще, знаете, так я скажу, в нашем возрасте молодом самое главное здоровье. Оно все приложится, другое все само приложится. Так что еще раз поздравление моему отцу Юрию, который все-таки помоложе меня. Идем дальше. Александр Мардвинов. Благодарю за поддержку. Александр Мардвинов пишет. Саныч, как с наличием твоей книги сейчас? Хочу купить в библиотеку, где у меня аппарат стоит дзинь-зляк-бульк. Александр Мардвинов, там никаких проблем нет. Ссылки в описании к этому видео. Там ссылка на магазин книги, который издательство организовало. То есть вы там заказываете, и печать идет под вас. Конкретно закажете 10 экземпляров, вам 10 пришлют с соответствующей скидкой. Закажете один экземпляр, один экземпляр вам отправят. Так что здесь нет такого, что вот там партия закончилась и все. Здесь работает вот по такому принципу. Печать под заказ, как они называют этот принцип международной торговли. Так, уважаемые зрители, нас 70 человек, лайков 66. Если кто-нибудь еще поднапряжется и нажмет на эту кнопочку, будет 70. И это будет здорово. Так. Вот Булгаков пишет. Бочку отмочил. Хорошо, что не замочил. Хочу залить яблочный самогон. Сколько выдержит первый раз залив? Валера Булгаков, ну вот я недавно рассказывал по бочкам все, да, в зависимости от литража вашей бочки. Посмотрите, пожалуйста, если вы пропустили этот момент в описании под видео, там как раз данные вот эти первые заливки. Второй раз примерно на такой же срок, а потом третий, четвертый уже потихоньку надо срок увеличивать, ибо предыдущие дистилляты уже забрали с вашей бочки все те вкусности, которые находились на поверхности тех досок дубовых, которые контактировали с дистиллятом. Так, далее. Значит, девятый вопрос. Я приближаюсь к финишу моего немножко терпения, уважаемые зрители. Как хранить бочку? Так, сейчас. Андрей Куликов, юбиляру от юбиляра, с днем рождения. Спасибо и вас также. Значит, первое, что надо усвоить, что если вы купили бочку, решили ее поставить на хранение, это самая глупая идея, потому что бочку надо проверить в течение ближайших двух недель согласно закону о правах потребителей. То есть, вы должны убедиться, что она у вас рабочая, что она не течет, она все равно у вас потечет. Но это называется, бочка плачет, когда первая заливка идет, это все по мере разбухания древесины быстро закрывается и все. Поэтому, во-первых, вам надо сразу ее подготовить. Во-вторых, другое правило, это бочка никогда не должна у вас быть пустой. Она должна быть либо с вашим дистиллятом, либо с вашим вином. Если у вас нет ни того, ни другое, залейте ее хотя бы холодной водой. Обычной холодной водой. Это не даст ей возможность рассохнуться, когда придет время, из бочки просто воду сливаете и заливаете туда либо вино, либо дистиллят, вот все что угодно. Соответственно, вот это второе правило. Значит, первое правило, как купили, сразу надо готовить и использовать, заливать ее сразу. И второе, бочка никогда не должна быть сухой. Потому что, если сухой она у вас полежит полгода где-то, то она может у вас так рассохнуться, что потом будет куча проблем с тем, чтобы ее привести к работоспособному состоянию. Так, посмотрим, что у нас в чате. Так, Валера Булгаков пишет, что бочка 20 литров. Ну, в бочке 20 литров, я писал 173 дня, говорил уже, настаивать надо. Вот, и тогда я перехожу, уважаемые зрители, с вашего позволения, перехожу к последнему вопросу по поводу бочки. Это 10 вопрос, он же последний. Извините, если он покажется вам глупым, особенно самогонщиком со стажем. Потому что звучит этот вопрос, тем не менее, я его получил, я его решил озвучить. Звучит этот вопрос как? Как сливать самогон из бочки без крана? Значит, те, кто не знает, я просто сразу говорю, в бочке сверху всегда есть отверстие, куда вставляется пробка, которую вы вытаскиваете, куда заливаете ваш взят. Вот через это же отверстие из бочки вы его и сливаете. Сливается просто шоферским методом. Берете любой шланг от вашего самогонного аппарата, один конец в бочку, так, чтобы она, бочка должна стоять выше, чем другой конец шланга, который будет у вас сливать. То есть, один конец в бочку, другой конец шланга потянули на себя, как шофера делали во всем Советском Союзе, когда сливали бензин. И этот конец опускаете, этот конец шланга, который вы потянули, опускаете в банку, либо в ведро, либо в кастрюлю, либо в бутылку, куда угодно. Но эта емкость должна стоять ниже по уровню, чем бочка. И тогда у вас польется туда все содержимое вашей бочки. Вот, в общем-то, и все. Извините, уважаемые зрители, если кому-то это показалось каким-то, ну, намеренно наивным ответом на наивный вопрос, но если люди не знают и спрашивают, я решил осветить и этот вопрос. Значит, последний, десятый вопрос по поводу бочки я вам рассказал. Вывод, который из всего этого можно сделать, вы делаете, уважаемые зрители, сами. Особенно, если вы первый раз покупаете бочку, я советую взять у проверенного, именно производителя. Я подчеркиваю, не просто магазин для самогонаварения, а производителя проверенного. Это майкопский бондарь, ссылочка в описании. Потому что потом, посмотрев на эту бочку, оценив ее качество, оценив, как она работает, вы уже по этой бочке, она у вас останется в любом случае, как эталон, да? Вы посмотрите, там, какие кольца, на каком они расстоянии. И уже вот эта вот фотография у вас в глазах, что называется, будет. Вы уже с этой фотографией можете ходить в любые другие магазины самогонаварения и сравнивать этот эталон от майкопского бондаря с другими бочками и делать вывод. Что вам нужна, допустим, новая бочка, вот она подходит вам или нет. Из какого дуба эта бочка? Чересчатый или Кавказский скальный? И так далее, и так далее. Так что, вот такой мой совет. Ну, моя лекция закончена, уважаемые зрители. Андрей Куликов, юбиляру отлил юбиляра с днем рождения вашего канала «Процветание». Огромное спасибо вам, Андрей Куликов, за поздравления и то, что нажали эту кнопочку с долларом. Значит, Александр Мордвинов снова поздравляет и помогает каналу на тему того, что десятый вопрос глупый. Глупый. Не все школе хорошо физику учили. Я с вами согласен. Я не буду спорить. Я не знаю, вот понимаете, как сейчас физика в школах преподается. Я вообще не знаю, как там что преподают. Потому что я давно из этого школьного возраста вышел. Наверное, вы все видите по мне, да? Ну, у меня в советской школе остались очень хорошие, добрые воспоминания. Я с удовольствием вспоминаю тех учителей, которые у нас были. Главное, понимаете, у нас было образование, нас заставляли думать. То есть, на уроках литературы, допустим, ты мог сказать, что Пушкин дурак. Тебе говорил преподаватель, а вот докажи свое мнение, объясни, почему ты так говоришь. И ты должен был доказывать. Если ты не докажешь, тебя могут влепить два. Это да. Если ты попытаешься доказать, тройка тебе обеспечена. А если ты еще и доказал и обратил внимание всего класса и преподавателя на те или иные фразы, которые тебе показались глупыми, а не таковыми, допустим, действительно являются, тогда у тебя оценка отлично обеспечена. Нас учили думать и запоминать. Так что, Александр Мардынов, огромное вам спасибо. Поскольку, вот, действительно, не все в школу советскую школу окончили. Так, ваш гастрит. Вот такой ник. Добрых вечеров, простите, а как надолго хватает одной бочки? Как часто их бочки нужно менять? Ну вот, недавно ответил на этот вопрос. Еще раз говорю, что повторять сейчас не буду. Ссылочка есть на конкретное видео по этому вопросу под данным стримом. Или по данным видео, в зависимости от того, когда вы его смотрите. Вот, и вы, будьте любезны, пройдите, и там я все досконально и четко разъяснил. Так, ну а теперь я могу присоединиться к чату, уважаемые зрители. Сейчас хлебану чуток. И посмотрим на вопросы. Так. О, Пинцесс Баби пишет. Ну, я думаю, либо Капитан Флинк, либо Вячеслав Волков ответят. Александр Воронин пишет. Важная информация, возьмем на вооружение. Благодарю. Ну, я надеялся, что эта информация пригодится, потому что вот в прошлый стрим записывал, поставил как бы на голосование этот вопрос, о чем провести следующую прямую трансляцию. И вот масса людей попросила сделать именно такую. Поэтому я вот и не стал смешивать, да, там вот отметка дня рождения с турецким раком с конкретной информацией по бочке. Потому что бочка действительно вещь важная. А, еще хотел сказать, значит, многие меня критикуют. Я просто поделюсь своим мнением, как еще использую бочку. Когда я перегоняю, делаю перегонку, вот я после головной фракции, там миллилитров 200-300, если я отбираю, да, если я чувствую, что там чуток попало голов, я эти фракции заливаю в бочку. И предхвостовые тоже. Не сами хвосты и не сами головы, поймите, а вот такие фракции. И я могу по опыту своему сказать, когда они отстаиваются там полгода, иногда восемь месяцев, потому что я так заливаю, заливаю, потом все, бочонок закрываю, доливаю туда уже нормального дистиллята, закрываю и вот он у меня стоит. И я получаю прекрасный нормальный самогон. То есть бочка, она действительно исправляет вот эти огрехи самогонщиков. Они могут быть у всех, они могут быть у начинающих, они могут быть у самогонщиков со стажем, как говорится, на любую сторону бывает проруха. Так что вот таким образом я тоже использую. Еще раз хочу сказать, многие меня за это критикуют. Говорят, как так, это нельзя, это не нужно. Но вы, уважаемые зрители, можете сами это попробовать, если у вас появится бочка. Поэтому я считаю, что бочка у самогонщика, она не предмет первой необходимости, но это предмет одной, как бы один из аксуаров, который все-таки желательно, чтобы он у вас был. Не надо ее покупать, напрягаясь, вот сразу вот я купил самогонный аппарат, и сразу я должен купить бочку, не надо, можно поднакопить денег и потом приобрести бочку. Но вот следите, чтобы бочка была у вас действительно качественная, из тех пород дерева, которые применяемы в винокурении и виноделии. Потому что если вы купите из чересчатого дуба бочку, вы подумаете, что вот вас где-то кто-то обманул, поскольку из нее напиток, в общем-то, ну прямо скажем, не очень. Можно ли использовать старые дубовые бочки, распустив их на кубики и щепу для настаивания дистиллята в стекле? Можно, но надо же их еще обжечь. Поэтому, если вы можете все это сами подготовить, нет вопросов. Если нет, я еще раз говорю, вот есть ссылка на видео, да, как оно там называется, по-моему, может ли бочка прослужить 30 лет или сколько времени служит бочка. Вот вы пройдите по ней, я там описывал, какие бывают варианты регенерации бочек и как они делаются. Есть гораздо проще варианты, не обязательно вот щепу вот эту, на щепу ее пускать. Не обязательно стесывать внутренние сулы и при этом разбирать бочку. Есть абсолютно более простые варианты. Какие? Вот в том видео я все расписал. Более того, для тех вариантов все необходимое облудование или щепа для регенерации бочек, она тоже продается у майкопского бондаря. Так что, если у вас есть старая бочка, вам не обязательно проходить по ссылке на майкопский бондарь, которую я оставил в описании, там покупать у него новую бочку. Вы можете у него купить просто, по-моему, так и называется. Щепа для регенерации или набор для регенерации бочки. Вот вы посмотрите, как это все делается. Здесь все гораздо проще. Топ-тик-топ. Здравствуйте, дядя Александрович Ивутенок. Ну, благодарю. Так, Александрович, ответьте, пожалуйста, почему тело пахнет жженой резиной? Вы знаете, это надо вам несколько вопросов задавать. Я сейчас просто не в состоянии это делать, потому что мы тогда с вами слишком увлечемся. Вот, может, Вячеслав Волков вам сразу выдаст несколько вариантов, потому что мне надо одно, второе, третье знать. Так что, извините. Так, и что у нас по... Да, не очень нас много сегодня смотрят, не очень много смотрят. Ну, ладно, будем продолжать. А, Вячеслав Волков, уже. Благодарю вас, Вячеслав. Так, по поводу бочек. Еще какие-то вопросы есть, уважаемые зрители? Важный вопрос. Где хранить и при какой температуре хранить бочку? Вы знаете, я сразу могу сказать, я бочку храню просто-напросто в комнате. У меня, как правило, ну, там около 18-20 градусов тепла. Она залита самогоном, вот, в общем-то, и все. Типа, и никаких сбоев или что-то плохого я от этого не видел. Многие опускают в погреб. Но если на кухне места нет, можно и в погреб. Там 10 градусов тоже будет прекрасно. Потому что, в принципе, это как раз та температура, которая вот нужна для того, чтобы у вас хорошо выдержалось вино, хорошо выдержался ваш дистиллят. Это здорово. Но, еще раз говорю, если у вас погреба нету, и вы начинаете тут сильно переживать, что бочка стоит в комнате при 20 градусах, не надо этого делать, и не надо ради этого копать в погреб. Храните просто в комнате. Андрей Хроленко пишет. Саночек, привет. Из Питера. Быть добру. Благодарю. Быть добру. Дистиллят на втором перегоне всегда имеет плохой запах. Ну, знаете, как ОСВЛОГ это написал. Что-то вы не так делаете. Вот опять-таки из тех вопросов, что надо разбираться. Я не могу вам так быстренько ответить на подобные вопросы. Здесь нужно разбираться. А меня сегодня попросили стрим как бы по бочкам сделать. Вот Андрей Могила пишет. Я тоже буду хранить в доме. Ну, в ванной. Там периодически влажно. Как-то так. Ну, ничего. Правильно. Отлично. Меньше ангелы свою долю возьмут. Вот и все, что вам угрожает. Все самое важное. Что же я, господи боже мой. Очень хорошо, в общем. Как-то так. Так. Уважаемые зрители. Так, чат немножечко завис. Я позволю себе глотнуть. И, пользуясь случаем, еще раз я поблагодарю всем, кто нажал на эту кнопочку с долларом. Это действительно серьезная поддержка канала. И она очень чувствуется. Благодарю всех, кто воспользовался услугами там суперспасибо или суперстикер. И благодарю тех, кто вообще пришел на данную трансляцию. Значит, Юрий пишет. Следующий стрим про закуски. Нет, Юрий. Следующий стрим, как еще раз я уже говорил в начале, будет посвященный турецкому раке, который я буду пробовать действительно первый раз. Покупку бутылки, которую я тоже уже показывал, вот, спонсировал капитан Флинт. Это ракет Тигер Дак. Достаточно недавно выпускается. По-моему, в 2001 или 2006 году начали выпускать этот завод раки. Мне ее, как бы, местные турки порекомендовали. Я ее приобрел. Значит, в субботу 18.00, уважаемые зрители, я жду вас на прямой трансляции, где открою эту бутылочку с раки. Мы ее продегустируем. Ну, я продегустирую, но обязательно поделюсь с вами своим мнением. Причем продегустирую я ее, как бы, двумя вариантами. Поскольку турки ее пьют, вот, как мне опять-таки турки рассказали, что есть два варианта. Причем турки, одни говорят, что надо только так, а другие говорят, что это от лукавого, надо только это. Вот мы проверим с вами эти два варианта. Кроме того, я напоминаю, что в ближайшее время я воспользуюсь вот этим вот наборчиком чая, так сказать. Видите, он написан на водяру. И по рецепту одного турка сделаю настойку и обязательно с вами поделюсь своими вкусовыми ощущениями. Кстати, ближайшая суббота у нас когда? Чтобы сразу вас сориентировать по дате. Ближайшая суббота у нас послезавтра. Это будет 2 октября. Жду вас. Александр Мардвинов снова поддерживает канал. Выходит вперед и пишет. Саныч, а может тебе организовать скайп-консультации по сложным вопросам? Ну, допустим, 1000 рублей в час. Александр Мардвинов. Благодарю вообще за идею. Надо подумать. Просто я со скайпом не дружу. Я им пользовался раза два или три. То есть я даже выходил на связь. А вот как там конференцию или еще что-то. Знаете, не знаю. Но идея действительно хорошая. Потому что получается человек вот так задает вопрос. Он хочет получить ответ на него. А я не могу отвечать. Потому что это надо разбираться именно с этим человеком. А всей аудитории будет это просто скучно. Ну, как-то подумать. Вот не было такой мысли. Александр Мардвинов. Еще раз огромное спасибо. Как за поддержку, так и за совет. Буду, что называется, думать. Ну, что, уважаемые зрители. Большое вам спасибо, что вы пришли на эту трансляцию. Надеюсь, вы придете и в субботу, когда мы с вами тихонько попьянствуем и отведаем турецкие раки. И поговорим, постараюсь тоже так же на эти вопросы ваши ответить. Извините, если что-то где-то я упустил по поводу бочек. Но я старался, честно говоря, собрать все вопросы. Еще раз скажу, что более конкретно. Вот все вот в моей книге я расписал. Я посвятил там целую главу этому делу. Причем я очень серьезно консультировался с людьми, которые проводили маркетинговые исследования на эту тему. Поскольку являются профессионалами рынка. И все там как бы расписано. Так что покупайте книгу. У вас будет консультация дома на столе. Будьте любезны. А на всем прощаюсь. Кокос влог пишет. Раки это ужас. Ну вот. Агены Пупков пишут. Раки вкус детства. Это сироп от кашля пертусин. Ну, раки на самом деле это как бы они свой водка. Кто-то ее действительно воспринимает как вкус детства сиропа. Кто-то говорит, что это ужас. Но я еще раз говорю. Я поделюсь с вами своим мнением. В субботу, уважаемые зрители. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. А капитану Флинту и Вячеславу Волкову еще огромная моя благодарность за то, что отвечали на вопросы начинающих самогонщиков. Всего доброго. До субботы.